Добро пожаловать на курс, который посвящен введению в машинное обучение, в анализ данных. В рамках нескольких первых уроков мы поговорим про библиотеку NumPy. Вообще, это ключевой элемент всех научных вычислений. Это одна из причин, почему Python так популярен среди ученых и data scientists. Вот первый график, который мы видим. Здесь просто синусоида и график косинуса. Ничего особо сложного. Вот мы импортируем библиотеку NumPy. Дальше, если мы посмотрим, можно создавать вот такие вот графики. Опять же, при помощи NumPy. Графики могут быть и вот такими, причем это просто рандомный шум, как мы видим. Также можно создавать вот такие вот графики всяких аттракторов. Графики можно, к слову, анимировать. Все вот эти графики, которые мы только что просмотрели, их объединяет использование библиотеки NumPy. Вообще, пару слов об этой библиотеке. Это реализация средств линейной алгебры, работы над матрицами, всякими такими вычислениями. И эта библиотека очень быстрая. Она написана на языке C. Вообще, давайте сравним на каком-нибудь реальном примере. Вот мы можем создать матрицу размером 200 на 200 и произведем умножение матриц без библиотеки NumPy. А вот здесь вот снизу с библиотекой NumPy. Запускаем этот код. Ну и что мы видим? Без NumPy вычисления происходят гораздо дольше. Вы посмотрите, здесь всего 1 тысячная, вернее 1 сотая, а здесь 2 секунды уходит. При этом важно понимать, что размер матрицы, он связан с временем выполнения умножения нелинейно. То есть, если матрица будет, например, 1000 на 1000, то разница между вычислениями без NumPy и C будет еще гораздо больше. Собственно, NumPy всегда использовать хороший вариант, когда вам необходима скорость ваших вычислений. Итак, первым делом при использовании NumPy мы, понятное дело, подключаем эту библиотеку. То есть, мы просто пишем import NumPy как np. Собственно, вы можете писать здесь не np, просто это устоявшийся стандарт, и поэтому вам проще будет придерживаться этого стандарта. Окей, базовые операции, для которых NumPy предназначена эта работа с матрицами, с массивами. Поэтому давайте посмотрим на конкретные примеры. Давайте создадим массив каких-нибудь чисел, например, от 0 до 12. Вот числа с шагом 3. В данный момент это просто список в питоне. В питоне, к сожалению, нет массивов в таком привычном понимании. Если же мы хотим работать с этим набором данных, как с вектором, скажем, то нам желательно его преобразовать в массив NumPy. Для этого ничего особенного нам не требуется. Мы просто берем и оборачиваем этот наш список функций array. Выглядит это как-то так. То есть, вот здесь вот пишем array. И этот массив мы берем из библиотеки NumPy, поэтому здесь спереди вот такая приписка np. Вот. Сейчас, если мы попробуем вывести эту штуку, мы увидим, что она немножко другая. В данный момент это массив в классическом понимании, как в других языках программирования. К примеру, давайте сравним тип вот этого нашего m. Видим, что здесь список. И давайте выведем тип вот этого нашего набора m. И видим, что у нас уже массив nd. nd означает nDimensionalArray, то есть массив из n количества dimensional измерений. Из базовых вещей, которые мы можем измерить у этого массива, это, например, измерить его ранг. Для этого мы пишем nd. И видим, что ранг нашего массива 1, ранг нашего массива m1, потому что это матрица с одной строкой. В случае же, если мы создадим здесь вложенный список, например, вот что-то наподобие, и измерим его ранг. Ранг уже будет 2, потому что это матрица из двух строк. Также есть базовая функция измерения общего количества элементов. Она называется size. Запускаем эту функцию, выдает нам 10, потому что матрица состоит из двух строк по 5 элементов. Также мы можем вывести габариты этого массива. Для этого используется shape, и видим, что наш массив 2 на 5. Итак, получается, мы можем брать обычные питоновские списки, преобразовывать их в массивы. При этом массив может быть вложенным списком. Таким образом, у нас возникает многострочная матрица. Мы можем измерять ранг, можем измерять количество элементов матрицы и количество строк и столбцов нашей матрицы. Что с этой матрицей можно сделать? Вообще, строго говоря, если мы работаем над полем комплексных чисел, то матрица у нас комплексная. Чтоб питон это понял, мы просто дописываем вот здесь вот dtype равно complex. И если мы сейчас выведем наш массив m, мы увидим, что числа стали комплексными. Что можно делать еще? Можно создавать матрицы из нулей, из единиц. Выглядит это как-то так. Например, создаем матрицу n из нулей. Для этого мы пишем np zeros. И в качестве аргумента мы передаем кортеж из количества строк, например, 2 строки и 5 столбцов. И поглядим, что у нас в итоге получилось. Получилась у нас матрица из 5 столбцов и 2 строк. То есть вот этот вот кортеж, это по сути то, что и возвращает метод shape. Совершенно аналогично создается матрица из единиц. Матрица а, например, np once. 4 строки и 2 столбца. И выводим наш массив. Как слов сказать, для создания единичной матрицы у нас есть и другая функция. Называется она i. Например, нам нужна единичная матрица размера 6 на 6. И мы вот таким образом ее и создаем. Если по какой-то причине вам нужна матрица, состоящая из мусора, не вопрос, мы используем empty. И аргумент empty это опять кортеж с размерами нашей матрицы. Выводим наш массив и видим, эти значения, которые мы здесь видим, зависят от случайного расположения мусора в памяти. Что еще можно сказать? Есть встроенная функция arrange, устроенная наподобие питоновского range. Давайте создадим одномерный массив np.arrange. Arrange наподобие range принимает 3 аргумента. Старт, конец, до которого мы не доходим. И шаг. Например, от 0 до 10 не включительно с шагом. Давайте без шага. Пока что. Запускаем, глядим. Вот у нас возник массив от 0 до 9. 10 не входит, так же как в случае range. Мы можем написать третий аргумент с шагом, допустим, 3. И вот мы видим от 0 до 9, а 5 до 10 не дошли, с шагом 3. То есть расстояние между соседними элементами 3. Если нам необходимо получить какое-то заданное количество элементов, удобнее будет использовать функцию lin space. Например, создадим массив x, np, lin, space. И lin space принимает 3 аргумента. Старт, конец уже включительно. И количество точек. Например, от 0 до 10 мы хотим 5 точек. То есть получается будет шаг 2. И давайте выведем наш x. Ну вернее шаг 2 с половиной. И вот у нас ровно 5 точек. И 10 у нас входит. Еще одна функция, которую можно использовать для создания нужных матриц, это from function. Она принимает 2 аргумента. Первый аргумент это функция, по которой в матрице вычисляются элементы. А второй аргумент это кортеж из габаритов нашей матрицы. Вначале получается мы должны определить функцию. Так и пишем. Def func. Функция принимает на вход номер строки, номер столбца. Пусть будет, например, x, y или i, j в терминологии матриц. И пишем, например, пусть функция возвращает, то есть на итую строку ижитый столбец ставит элемент, который вычисляется как сумма i плюс j. Готово. Функцию мы определили. Теперь передаем ее внутрь from function. Создаем массив x. Пишем from function. Первым аргументом передаем нашу функцию. Вторым аргументом габариты нашей матрицы. Ну и вот что мы получаем. Что мы тут видим? Вот этот элемент находится на первой строке. Нумерация у нас с нуля, не забываем. И в нулевом столбце. Поэтому здесь 1 плюс 0 получается 1. Вот этот элемент находится на второй строке, то есть на первой, если нумерация с нуля. И в первом столбце, если нумерация с нуля. Получается 1 плюс 1. На это место мы подставляем 2. И так дальше. Итак, мы пробежались по основным методам и функциям, связанным с созданием массивов. Давайте пару дополнений. Во-первых, мы можем вот этот массив, если нам необходимо, преобразовать в матрицу из двух столбцов и двух строк. То есть количество элементов останется таким же, 4. Но мы эту матрицу, изменим ее форму. Для этого мы применяем метод reshape. И выглядит это применение так. В качестве аргумента мы передаем габариты нашей матрицы. 2 строки, 2 столбца. Здесь важно понять, почему мы вот так вот пишем. Потому что этот метод не изменяет сам массив. Та же штука, что и со строками. И давайте поглядим, что у нас произойдет, если мы выведем D. Наши элементы разместились теперь на двух строках. Такое небольшое дополнение вот здесь. Также можно дополнить кое-что здесь. Мы можем использовать не просто empty, а, например, использовать метод random. Выглядит это как-то так. Давайте мы создадим массив m, np, random, random. И в качестве аргумента передаем опять габариты нашей матрицы. Пусть будет 2 строки, 3 столбца. Выводим наш m. Ну и вот получаем массив 2 на 3 с абсолютно случайными значениями. Вот как-то так. Это самые основные моменты работы с NumPy. Самое введение. Вот еще раз все, что мы с вами проделали. Есть отличная статья на эту тему. Вот как так ее можно найти. И по первой же ссылке мы попадаем на вот этот сайт. Классный сайт. И здесь, в принципе, подробненько все описано. Ну а чтобы было приятно смотреть то, что мы напечатали, вот ссылка на PDF-версию этого документика, где весь этот код, собственно. Если вы его откроете, будет выглядеть это как-то так. Ну вот абсолютно все, что мы писали. Ну вообще, конечно, лучше бы я скинул файл ipy.nb, где мы, собственно, это писали. Но, может быть, для совсем новичков будет это не очень удобно. Собственно, вот и все. Осталось дело за практикой. В следующих уроках мы коснемся NumPy более подробно, разберем еще глубже его применение. До следующего урока. Продолжение следует...